В каждом районе Запорожья открыть новые спортивные площадки. За реализацию такой задачи берется областная власть. Цель – способствовать здоровому образу жизни и воспитать не одного нового чемпиона. Об этом говорили во время торжественного собрания в честь физкультуры и спорта в обл. администрации. Несколько десятков медалей и кубков на двоих. У Леры Осиповой пока наград больше, а на старшей занимается дольше. Верит, что ей удастся покорить олимпийские вершины. А пока она не только папина гордость, но и всего края. Она в три года пришла в спортивный зал в Манеж и увидела батут. Ей очень понравилось. Она решила заниматься спортивной гимнастикой. То есть это ее решение, не наше. Мне, конечно, очень нравится. И это гордость Запорожья. Кубок Стражевой был 2012 года. Она выиграла международное соревнование. Потом чемпионат Украины. Она выступала недавно. Приехала она со сборов, закончила заспорт. Там, где она тренировалась с девочками со сборной Украины. Наша совместная задача – сделать все, чтобы таких юных дарований стало больше в Запорожье, заявили спортивному активу региона представители областной власти. Принята профильная программа. Есть финансирование. Намерены возвести новые спортплощадки в каждом районе города. Кроме того, собираются перейти на прежний формат работы. В структуре власти будет отдельное управление спорта. Готовится изменение структуры и будет управление спорта. Я думаю, это очень важно. И я думаю, что вы аплодисментами поддержите это решение. Развитие спортивной инфраструктуры – задача номер один. И вторая задача – это все дело для того, чтобы молодежь шла в спорт. Будут реализовываться две задачи – будет жить спорт, будут вырастать будущие олимпийцы, чемпионы мира. В честь Дня физкультуры и спорта, который отмечается во вторую субботу сентября, лучшим тренерам и их воспитанникам вручили награды от имени областной власти.